мужчина очень уязвим и ему надо помогать мужчина он без двойного дна он гораздо проще устроен чем женщина и он гораздо более хрупкое создание и вот это вот обманчивое вот все что как говорится проповедуется что мужчина он да понятно что он должен на себя брать там кучу ответственности это понятно ну понятно что всю эту природу не обманешь понятно что мужчина забывает кусок мяса и на охоте может погибнуть женщине понятно что женщине нужно создать все условия да это все так мужчина обязан женщине создать все условия но женщина должна создающему условия мужчине она должна ему помогать как-то вот психологически что ли, потому что у нас большинство мужчин в 56-58 лет умирает и в общем канал у меня мужской, потому что я сам мужчина, и я сам собственно говоря, по большому счету являюсь жертвой я так считаю как бы так, да в лучшем понимании этого слова поэтому поэтому, друзья ну это конечно сложный вопрос у меня в лагере женщин не был там у них свое и там тоже, как говорится дай бог всяких прелестей но в принципе, по большому счету, вот те же дети детьми владеют женщины я сам по себе это помню то есть для меня мать это как бы константа была всегда поэтому да я вообще, я говорю, я всю жизнь провел под юбкой ребят, вот кто бы вякал, а я всю свою жизнь под юбкой вот это только юбка меняется то есть либо это мать, либо это подруга ну а по сути одна и та же поэтому темнеет уже над нашей мрачной родиной хотел я доехать до Ростова но это было мне не по силам тут есть только один вариант встать на ночлег вернуться завтра но дома будет скандал а как говорится пар для скандалов мне нужно приберечь на мою более крупную отлучку в республику Мариелу поэтому я думаю, что ограничу себя Плещеевым озером опять-таки у меня есть под жопу уже эта самая подушка я на нее сяду и даже на морозе все равно маленько посижу почитать, конечно, я уже не смогу но посмотрим, короче пока едем я себя почувствовал получше так что поедем